Трубу горения Казанского федерального университета включили в перечень уникальных научных установок России. В чем особенность установки казанских ученых, выяснял наш корреспондент. В России существует список уникальных исследовательских установок. От Татарстана впервые в этот список попала установка труба горения. Это комплексная серьезная установка, которая позволяет тестировать различные методы увеличения нефтеодачи на условиях, которые очень близки к тому, что происходит под землей. Установка применяется для тестирования методов увеличения нефтеодачи. В первую очередь тепловых методов, которые сегодня активно разрабатываются и тестируются для добычи тяжелых нефтей, битумов и других трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Эта установка у нас активно используется в различных проектах с нефтяными компаниями. В первую очередь это компаниями Татнефть, компаниями Газпромнефть, а также зарубежными нефтяными компаниями. На сегодняшний день среди нефтяных компаний складывается общий тренд. Необходим подбор и разработка нетрадиционных источников запасов углеводородов, трудноизвлекаемых запасов. Соответственно, необходим подбирать оптимальные технологии и агенты закачки для максимального нефтеизвлечения. При этом оценивается не только сам коэффициент нефтеизвлечения, но также и факторы, сопутствующие процессу нефтевытеснения. Алгоритм приблизительно выглядит следующим образом. На начальном этапе происходит скрининг агентов, то есть подбирается оптимально, исходя из структуры нефтесостава воды, коллектора, пластового давления и температуры, подбираются определенные агенты закачки. А дальше на завершающем этапе происходит физическое моделирование, которое уже показывает совокупность факторов, материальный баланс нефтеизвлечения. И данная уникальная научная установка направлена на решение комплекса данных задач. Среди наиболее распространенных методов увеличения нефтеотдачи являются тепловые, химические и газовые методы. Данная установка уникальна тем, что она позволяет моделировать каждый из этих методов, а также подбирать гибридные методы увеличения нефтеотдачи. Образцы флюидов – это газ, соответственно, нефть, вода, керновый материал для того, чтобы проводить эти исследования. Они доставляются с месторождения заказчика в нашу исследовательскую лабораторию. Дальше происходит анализ состава нефти, состава воды, фильтрационные имкостные свойства, минералогический состав породы. И после этого уже происходит сборка, сборка происходит здесь. Керновая модель, моделирующая паровые пространства, собирается в данном кернодержателе. Таких кернодержателей у КФУ достаточное количество. Они различны по длине и по геометрии. Так они обычно выглядят. То есть это труба. Труба, она рентгенопрозрачная, чтобы мы могли видеть изменения в ходе воздействия порового пространства. Это и макропористость, и трещиноватость коллектора, соответственно. И также здесь имеются штуцера для размещения термопара. Это, значит, замер движения теплового фронта в случае, если мы применяем какие-то композиции, паротепловые обработки, да, или термохимические композиции. Также, если мы исследуем внутрипластовое горение, где речь идет о продвижении фронта. После сборки данная модель размещается уже в большой трубе, в которой создается обжимное давление. Затем, после создания термобарических условий, ученые могут приступать к исследованиям. На данный момент на ней исследуются различные процессы, проводится физическое моделирование по закачке химических агентов, газовых агентов, паротепловых обработок внутрипластового горения. Соответственно, в ближайшее время мы планируем также модернизировать. Отметим, что данная установка полностью собрана в сенах Казанского федерального университета сотрудниками вуза и является полностью отечественной разработкой. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.